МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Визовый режим с Россией нужно вести как можно скорее. Уверен в этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Цитирую, Восток Украины – это граница, которая защитит цивилизацию от российской агрессии и проникновения гибридных провокационных технологий Кремля. Секретарь СНВ подчеркнул, поскольку Украина стала на пути РФ, наверное, это историческая миссия. Готовы к введению ограничений и в МИДе. Ввести визовый режим с РФ ранее предлагал также и спикер парламента Андрей Порубий. После задержания в Москве украинского журналиста Романа Сущенко. Тогда министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что необходимо оценить возможные риски. А президент Петр Порошенко отметил решение вопросов компетенции народных депутатов. С введением визового режима с Россией согласен и дипломат, эксперт по международным отношениям Александр Хара. Чем больше связей с Россией путинской мы разорвем сейчас, тем более безопасны мы будем в принципе. И тем больше у нас шансов интегрироваться в демократическое пространство, в европейское цивилизационное пространство. То есть мы вот эти связывающие нас путы должны отрезать. Да, это будет больно однозначно, но с другой стороны выхода нет, если мы хотим остаться суверенным демократическим государством, которое хочет еще и быть процветающим. С Россией это невозможно. Введение визового режима с Россией целесообразно, уверен руководитель СБУ Василий Грицак. Право на безвиз должны иметь только владельцы биометрических паспортов, подчеркнул глава ведомства. И отметил, вины россиян в этом нет, виноваты лишь политические руководители, а также идеологи Кремля. Боевики на Донбассе продолжают обстрелы украинских военных, несмотря на договоренности придерживаться режима тишины. С начала суток захватчики открывали огонь девять раз. На Мариупольском направлении вблизи Чермалыка били из крупнокалиберных минометов, а возле Широкино из танковых гранатометов в районе Маринки, Водянова и Павлополя работали снайперы. На Луганском направлении оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие у Малиноба. В оккупированном Донецке ОБСЕ зафиксировало перемещение танков. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии. Наблюдатели заметили в шести километрах к востоку от центра города на грузовике-платформе перевозили танк Т-72, а также боевые бронемашины. Человек с ангелом на плече. Украина прощается с блаженнейшим Любомиром Гузером, кардиналом греко-католической церкви. Его не стало 31 мая. Причиной смерти считают болезнь. Последний раз в обществе его видели на Рождество. Он традиционно приглашал соседей на праздничный ужин. В резиденцию под Киевом люди несут цветы и готовятся к прощанию. Траур объявили и на родине усопшего во Львове, где живет его семья. Его тело туда должны привезти в четверг вечером. А в воскресенье утром траурный кортеж вернется в Киев. Похоронная литургия состоится 5 июня. Хоронить блаженнейшего будут в Патриаршем соборе в воскресенье Христового. Это храм, который возводил Любомир Гузер. Во Львове 1 июня объявили днем траура. Это связано со смертью блаженнейшего Любомира Гузера. Он прожил 84 года. Возглавлял Украинскую греко-католическую церковь с 2005 по 2011 год. Позже передал правление Святославу Шевчуку. Любомир Гузер был не только проводником греко-католиков в Украине и мире, но и выдающимся общественным деятелем, философом. Его телевизионные выступления собирали рекордные аудитории. Бесспорный моральный авторитет для нескольких поколений. Его уход – огромная потеря для всех украинцев, независимо от конфессий. Любомир Гузер всегда был со своим народом, даже в самые сложные времена, в разгар революции. Молись Господу так, будто все зависит от него, а работай так, будто все зависит от тебя. Этим словам блаженнейший Любомир следовал всю свою долгую жизнь. Родился в 1933 году во Львове. Там закончил народную школу и первый класс гимназии. Когда ему было 11, семья переехала в Европу, а позже – в США. Уже в 1958-м его посвятили в священники. Позже Гузер переехал в Рим. Я там закончил студии, а в 1972 году я представил свой докторский труд и получил докторат, но также вступил в монастырь святого Теодора. В 1978-м, уже в статусе епископа, Гузер становится архимандритом этого монастыря. В 1993-м блаженнейший Любомир возвращается в Украину. Сначала служит во Львовской духовной семинарии, потом в монастыре святого Теодора вблизи Тернополя. В 1996-м Гузера назначают помощником главы УГКЦ, а с 2005-го – ее лидером. Именно в это время представительство УГКЦ перебралось из Львова в Киев. Это был пророческий жест, который оказался очень своевременным, необходимым и жизнедеятельным, особенно в нынешних обстоятельствах нашей Церкви и Украины. В 2011-м из-за плохого здоровья блаженнейший Любомир был вынужден покинуть пост. Он передал руководство Церковью патриарху Святославу Шевчуку, но продолжал вести активную просветительскую работу, не обходя стороной общественно-политические события. Война – это грех. Агрессия – это грех. Защищаться мы можем, даже должны, от любого нападения. Это не только право, но и обязанность. Если нападают с оружием, то мы и обороняться можем с оружием. Однако главное, чтобы вообще не было агрессии. Его называли могущественным старцем и моральным авторитетом нации. А он бесконечно верил в Украину и говорил, если общество будет много и честно работать, его счастливое будущее необратимо. Любовь Задорожная, ЮЭТВ. Расширение сотрудничества. Европарламент проголосовал за предоставление Украине временных автономных торговых преференций. Резолюцию поддержали большинство депутатов. Документ предусматривает введение нулевых таможенных тарифов для некоторых видов сельхозпродукции и промышленных товаров. На них сейчас существует ряд ограничений. Окончательное положение резолюции Европейский парламент рассмотрит вместе с Еврокомиссией и Советом ЕС. Эра газового шантажа Украины закончилась. Точку поставил стокгольмский арбитражный суд, в котором «Газпром России» проиграл по иску нафтогаза Украины, заявил министр юстиции Павел Петренко. Украина теперь сможет покупать топливо по экономически обоснованным ценам и развивать собственный газовый рынок, который больше не зависим ни от политики, ни от коррупции. 31 мая стокгольмский трибунал своим решением отменил кабальные условия газового контракта «бери или плати» и запрет реэкспорта голубого топлива, а также обязал пересчитать платежи Украины за российский газ, начиная с 2014 года по рыночным ценам. Я рекомендую российскому руководству учить матчасть. В резолюционной части решения стокгольмского арбитража четко написано «Газпром проиграл» и ваше вранье, давление и шантаж закончились. Для нас это серьезный сигнал. Мы ожидаем, что иностранные инвесторы придут в газовую сферу Украины. Потому что цена на топливо на нашей территории формируется по евростандартам. Мы имеем огромнейший и уникальный потенциал по хранению и транспортировке газа. Если Россия не хочет кому-то продавать топливо, тогда пусть им греют российские тайгу и тундру. Стоп коррупции. В Украине стартовала антикоррупционная инициатива Европейского Союза. Программа должна усилить работу уже существующих органов, укрепить контроль за процессом реформ со стороны Верховной Рады и гражданского общества. Подробности в сюжете Маргарита Стычук. Три года на полное очищение Украины от коррупции. Этому способствует совместный с Европейским Союзом антикоррупционный проект. Сегодня я хочу сказать, что мы официально открываем инициативу ЕС по борьбе с коррупцией в Украине. Это самая большая программа поддержки ЕС в сфере борьбы с коррупцией в данный момент. Я хочу подчеркнуть, что мы готовы помогать вам на всех уровнях побороть коррупцию. Инициатива состоит из трех элементов. Первый – усиление антикоррупционных органов. Второй – создание консультационного совета международных экспертов, который укрепит возможности профильного комитета Верховной Рады. Третий – привлечение гражданского общества и СМИ к борьбе со взяточничеством. Мы не должны останавливаться на достигнутом. Это следующий шаг страны в борьбе со взяточничеством. Всего два с половиной года назад у нас были только идеи и намерения бороться с коррупцией. На сегодняшний день уже есть большие достижения. На проект Еврокомиссия выделила 15 миллионов евро. А Министерство иностранных дел Дании – почти полтора миллиона евро. Дания рада участвовать в этом процессе. Мы будем помогать всем, чем можем, чтобы антикоррупционные процессы были как можно более прозрачными и подотчетными. Европейские партнеры оценили достижения Украины на пути очищения от коррупции. Однако отметили – это явление все еще является главным фактором, который препятствует экономическому и политическому развитию страны. Маргарита Стесюк, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. Угольная блокада привела к потере 1% роста ВВП. Такие данные озвучил Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Донецкую область. Премьер подчеркнул – горно-металлургический комплекс Украины составляет третье ВВП страны. Также глава правительства открыл после реконструкции железнодорожный перегон «Камыш-Заря-Волноваха». Гройсман заявил – это увеличит транспортные возможности железной дороги. Украинская железная дорога – одно из самых эффективных предприятий нашей страны, благодаря всем тем, кто работает в этой сфере. Конечно же, нужно повышать качество предоставления услуг, сделать больше направлений, откорректировать расписание. Мы постоянно работаем над модернизацией отрасли, увеличиваем мощности. Вместе в будущее первый железнодорожный флешмоб прошел сегодня во многих городах Украины. Дети сотрудников «Залезны» те юные железнодорожники нарисовали, какое они видят свою страну через годы. Прогулки с друзьями под мирным небом – таким видят будущее Украины дети. Они рисуют звезды, свои дома и себя через несколько лет. Украина – это моя родная страна, в которой я родилась. Всегда буду мне жить. Никогда ее не покинула. Это моя батьковщина. Люблю ее. Я хочу пожелать Украине, чтобы она была счастлива и благополучна и стремилась к новым целям. Вместе с Миньоном, Свинкой Пепой и Крошем ребята получали сладкие призы за свои рисунки, танцевали и играли. Праздник для детей всеукраинский. Одновременно Украинская залезница провела его у вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Дети – это наше будущее. Будущее каждой семьи, будущее каждого человека. Будущее в конечном итоге нашей компании, нашей страны. Ангелина Барылюк, Дмитрий Гришко, UATV. Картины маленьких украинцев украсили коридор администрации президента. Выставку организовали в честь Международного дня защиты детей. Свои творения главе государства представили юные художники со всех областей страны, а также из украинской диаспоры. Многие из малышей – переселенцы с оккупированных территорий и дети из семей воинов АТО. Во время открытия выставки Петр Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины как можно скорее. А рисунки в администрации помогут в этом. Они не оставят равнодушным ни одного из приезжающих мировых лидеров. Я хочу поблагодарить вас всех. У нас сейчас очень активная международная деятельность. Весь мир поддерживает Украину, и по этому коридору будут ходить лидеры большинства государств мира. В ближайшее время у нас будет саммит с ЕС. Ожидаются визиты лидеров стран Большой Семерки. Эти картины будут тем, что сможет запасть в сердце каждому нашему партнеру. Маленькие полицейские. Поддержать в руках оружие, обследовать бронетранспортер, привезенный из зоны АТО. Попробовать себя в роли регулировщика и стать участником спецоперации по задержанию преступников. Все это стало реальностью для малышей на Софийской площади в Киеве. Для этого постарались Министерство внутренних дел и Нацполиция Украины. За развлечениями в День защиты детей наблюдала Ярослава Гурбик. На стенде все виды защиты полицейского. Недетские игрушки с интересом рассматривает четвероклассница Даша. Девочка мечтает стать патрульным, а пока только примеряет амуницию. Хорошо тут, комфортно. Интересуют школьницу и оружие. Здесь представлены отечественные новинки автоматов и пистолеты всех марок. От Марголина ПМ до Форда последнего 21.03. Есть автоматы тоже разные. Автоматы в основном у нас сейчас новые. Это фирма Винницкий завод делает. Тем временем на спортивной локации меряются силой школьники постарше. А рядом Артем штурмует бронетранспортер. Говорит, с техникой хорошо знаком. На таком БТРе защищает свою армию в компьютерной игре. Он не догадывается, что эта машина была на настоящей войне и обороняла его страну от российских оккупантов. Я чувствую, как будто сейчас куда-то поеду и стрелять буду. А ты бы хотел? Ну как бы, людей убивать нет. Ну именно сам покататься и чтобы, например, в воздух пострелять, чтобы оно все в воздухе было, то хотел бы. Ну чтобы никому вреда не причинить. Я пацифист. Ну а самые маленькие гости праздника облюбовали самую большую машину. Эта техника украинского производства тоже прошла войну. На ней проводили спецоперации подразделения быстрого реагирования. Она бронированная. Точно так здесь, как вы видите, и бронированные колеса есть. Позволяет тоже проехать определенные до 50 километров, если поврежден скат. Проехать без повреждений водителям помогает 4-летний Андрей. Мальчик регулирует перекресток. Он знает не только правила дорожнего движения, но и кем станет в будущем. Полицейские. Малыш мечтает ловить преступников. С интересом наблюдает, как полицейские показательно задерживают правонарушителей. А первоклассницу Леру представление не привлекает. Она любит спорт. Умело управляется соскакалкой. Прыжки и мечты о лете поднимают ее над землей. У меня планы на это лето поехать на море на 20 дней. Мама сказала, что мы поедем и к бабушке поехать на 2 недели. Ярослава Гульбик, Александр Бугай, Юэй ТВ. Как на практике в Украине защищают права детей и кто наиболее нуждается в опеке взрослых, мы поговорим сегодня в студии. Наша гостья Лариса Самсонова, глава общественной организации Рудына, цель которой оказание помощи нуждающимся детям. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Первое июня и сегодня очень много внимания привлечено к детям. О защите и о правах детей говорят только сегодня или в течение всего года? Ну, я, во-первых, всех поздравляю. Здравствуйте. Спасибо, и вас тоже. Сегодня действительно очень интересный и знаменательный день, только потому что в этот день обращают на проблемы обычно. То есть права детей защищают, конечно, каждый день. Но о проблемах и достижениях в нашей стране говорят именно сегодня. И это важно, потому что есть какие-то ключевые моменты, срезы, когда нужно на это подвести итоги, на это обращать внимание. Ну, а насчет защиты прав, вы знаете, у нас общество пока не правовое, только потому что люди вообще мало знают о своих правах. И вообще слово «право» — это, знаете, даже смешно иногда, мы имеем право, чтобы иметь право. Немножко так утрирует. Но на самом деле мы к этому идем и на пути. И все больше и больше людей говорят о том, что права детей нужно защищать, права людей нужно защищать, и вообще права граждан нужно защищать. А в какой защите в первую очередь нуждаются украинские дети? Есть ли какие-то подразделения, категории, по которым можно определить эту защиту? Для детей важнее всего безопасность. И вот безопасность — это то, что сейчас у всех на устах, потому что именно этого сейчас нашим детям категорически не хватает. И это постоянная тревожная среда, потому что никто не уверен в будущем. Ни их родители, ни правительство, ни общество в целом. И поэтому дети растут, к сожалению, немножко в тревоге. Но это один аспект. А второй аспект — есть дети, которые все время в тревожной среде, в каком бы время они ни родились. Это дети с инвалидностью. И они рождаются в тревожной среде только потому, что при их рождении вообще происходит стресс у всей семьи. И именно помощь семье гарантирует право детей на то, что им будет хорошо, и эта тревога снизится. Поэтому есть такие как раз категории детей, которые действительно постоянно нуждаются в защите. В любые времена, во время войны в том числе, но и кроме войны тоже. Если мы сейчас вспомнили, к сожалению, военные действия, которые разворачиваются на востоке Украины, по данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в течение этих нескольких лет жертвами военных действий на востоке Украины стало больше одного миллиона детей. Можем ли мы с вами утверждать, что после начала этого конфликта уровень защиты детей в Украине вырос? Или, по крайней мере, подход к детям, к правам защиты изменился? Пока это на уровне разговоров. Вы знаете, пока еще мы не пришли к тем тактическим действиям, которые должны совершаться. Вот, например, даже сейчас правозащитные организации, которые занимаются проблемами детей, которые пострадали во время военных действий, они настаивают на том, чтобы появился в стране у нас статус детей, которые пострадали от военных действий. Потому что на самом деле все понимают слово переселенцы, все понимают, но что люди эти пережили, какие стрессы, какие травмы у них есть. Это потом может отразиться на будущем целой страны. Если сейчас с этим не работать, это не проработать, то тогда вырастет еще одно тревожное поколение. Поэтому я думаю, что это совместное действие между общественными организациями и правительством. Потому что государство, конечно, машина очень малоподвижная и тяжелая, но им нужно помогать. А удалось ли наладить контакт с государством для того, чтобы это было не только на уровне разговоров и инициативы, а и получило законодательное основание для статуса? Пока принята постанова, которая говорит о получении статуса детям постраждалым от военных действий, но эта постанова, она вообще-то немножко дискриминационная. И сейчас, я знаю, в Министерстве социальной политики созданы по инициативе общественность рабочие группы, которые собираются устранить эти дискриминационные моменты, потому что очень тяжело получить этот статус. Там нужно привести очень много доказательств, справок, что действительно это было, свидетельских показаний. То есть это очень трудно. У нас не работают конкретные случаи. Это трудно, вы знаете, с точки зрения документации, но мне кажется, это трудно еще с психологической, человеческой точки зрения, для того, чтобы человек еще раз пережил все то, что было до этого момента. Это ему приходится еще раз переживать. И вообще, когда ты понимаешь, что нужно пройти еще какие-то процедуры, когда тебе и так плохо, а ты доказываешь, что ты пострадал, то это очень на самом деле сложно. Потому что на самом деле важно работать не с документами, с документами во вторую очередь, а разобрать случаи. Возможно, человеку не надо будет никаких статусов, если найдется такая служба, которая разберет конкретный случай, тот стресс, те эмоции, которые возникли в процессе войны. И тогда, возможно, социальные работники, психологи, и другая команда специалистов, они бы предотвратили это все раньше, чем конечным итогом может быть получение статуса. Лариса, на базе вашей общественной организации функционирует социально-реабилитационный центр. С какими вопросами к вам обращаются взрослые, дети? И что вы можете им ответить? Какую помощь вы оказываете? Мы вообще-то предоставляем услуги. Это у нас новое направление в стране. Хотя оно давнишнее, сейчас с 2003 года в нашей стране был принят закон о социальных услугах. Но, к сожалению, услуги как инструмент оказания помощи не имелись в виду. У нас люди больше понимают, что такое социальная выплата, что такое социальная льгота. Но они мало думают о социальной услуге. Хотя в повседневной жизни они об этом постоянно, они этим пользуются. А вы можете объяснить нам, что это значит? Социальная услуга — это когда одни люди предоставляют услугу другим людям. Вот, например, к нам обращаются семьи, у которых очень тяжелые дети. Дети с инвалидностью, которые нуждаются в постоянном уходе 24 часа в сутки. Это чаще всего комбинированные дефекты у ребенка. Когда, например, есть аутизм плюс слепота, или аутизм плюс глухота, или комплекс проблем генетических, в том числе умственное развитие. Когда человеку нужен уход, качественный уход. И кроме ухода ему нужен еще достойный уход. То есть и все остальные элементы этого ухода, такие как образование, научение самостоятельности, научение жизни и социализации и так далее. Так вот, мы как раз предоставляем такую услугу ухода, дневного ухода. Когда родители к нам приводят детей утром, с ними занимаются квалифицированные специалисты, а вечером родители детей домой забирают. Во-первых, они отдыхают, потому что они ушли даже на работу, и там отвлеклись от повседневных дел. А во-вторых, ребенок учится общаться с другими людьми, не только с родителями. Потому что чаще всего родители приходят уже тогда, когда наработаны все возможные плохие типы поведения, которые могли быть, потому что никто не рождается с этими знаниями. Знания должны получиться, откуда-то взяться. А в этом общении вы и семья, государство присутствует? Помогает ли вам государство? Я могу с радостью сказать, что вот уже третий год частично присутствует. И хотя бы вот в том моменте, что мы сами арендуем помещение у государства, и государство нам сейчас компенсирует небольшую сумму на оплату коммунальных платежей. То есть государство уже присутствует. Но на самом деле, вообще-то, было бы логично, если бы государство покупало такие услуги у общественных организаций. То есть не создавало свои какие-то государственные стены и монстры, которые потом очень трудно изменить. А, например, существует проблема, существует проблема, которую нужно решить быстро. И нужно быстро сориентироваться, кто ее уже решает. И тогда просто взять и купить эту услугу у тех, кто ее предоставляет. Это было бы и выгоднее, и логично, и быстрее. Вы сейчас говорите о таких важных прикладных вещах. Если вот переключиться на государственную власть, и вы знаете, что есть определенная категория детей, которая нуждается в защите. Государство, какие должны сделать шаги для того, чтобы эти дети эту защиту получали на должном уровне, в первую очередь? Прежде всего, должны быть понятные механизмы обращения. Когда человеку плохо, он не должен сначала собрать кучу документов и справок и доказать, что ему плохо. То есть должен быть простой механизм обращения за помощью. Понятную службу, по понятным процедурам. У нас служб много, а порядка в этом, к сожалению, пока еще нет. И нужно разобраться, проходить несколько кругов ада, чтобы понять, где же все-таки помощь предоставят. Во-вторых, государство, оно должно точно помочь определить потребности людей. Просто оно пока предоставляется услуги стандартные и в виде каких-то одинаковых процессов. А у каждого человека есть свой личный случай, в котором есть личная такая вот маленькая проблема, начиная с которой, возможно, все остальное само собой решится. И вот если государство научится определять эти потребности, даже с помощью общественных организаций, с помощью квалифицированных кадров, тогда действительно будет проще. Потому что если ты знаешь, какого размера у тебя ноги, ты знаешь, какой обувь ты должен купить. То есть пока сейчас это в процессе становления. Я думаю, что мы скоро к этому придем. Очень хочется, чтобы этот процесс имел логическое положительное завершение. Спасибо вам за эту беседу. И вы знаете, я хочу пожелать нашему обществу мудрости, чтобы мы знали, каким образом нам уберечь наших детей, чтобы нам в будущем не приходилось их защищать. Спасибо вам еще раз. А я напомню, что нашим гостем была Лариса Самсонова, глава общественной организации «Рудына». Новые санкции против России вели Соединенные Штаты Америки. Ограничения коснутся трех российских предприятий. Одно из них – независимая нефтегазовая компания. Решение принято в связи с развитием ядерной программы Северной Кореи. Также под ограничения попали Китай и сама КНДР. Лидер США не верит в глобальное потепление. Мировое сообщество встревожено возможностью выхода Соединенных Штатов из процесса контроля выброса в атмосферу. Президент страны Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что не верит в глобальное потепление и считает это обманом. И пока мир замер в ожидании разрешения напряженной ситуации, эксперты отмечают, решение Трампа вывести США из договора может ощутимо повлиять на мировую политику. Парижский договор 2015 года должен был заменить киотский протокол по выбросам вредных веществ в атмосферу. Ратифицировали его 147 стран, в том числе и США. Впрочем, новый хозяин Навального кабинета Дональд Трамп решил внести свои изменения в развитие стратегии по изменению климата. Мировое сообщество, я думаю, встревожено колебаниями США в вопросе климатических изменений. И знаете, если администрация Дональда Трампа откажется не только от Парижского соглашения, но и от рамочной конвенции ООН об изменении климата, это очень усложнит ситуацию для будущей администрации, которая захочет вернуть себе ведущую роль в мире. Возглавить борьбу за чистую планету готов Европейский Союз. Страны Старого Света уже давно начали постепенно отказываться от вредных производств и развивать альтернативную энергетику. У нас очень сильная экономика, также у нас очень сильная поддержка населения, поэтому мы продолжаем нашу работу. И я думаю, невзирая на возможный выход Соединенных Штатов и соглашения, экономические факторы там, в конце концов, возьмут верх. Тем не менее, Европа готова стать лидером, и мы однозначно можем это гарантировать. В 2015 году Парижское соглашение подписали 195 стран. Ратифицировали его даже трое из крупнейших загрязнителей атмосферы и окружающей среды – Китай, Индия и США. Вашингтон тогда обязался уменьшить выбросы с 28% до 26% к 2025 году. Но сейчас будущее главного экологического документа в руках Дональда Трампа. Вадим Крамар для ЮЭТВ. Особые потребности не преграда для занятий спортом. В первый день лета на Олимпийской базе Святошина под Киевом стартовал 12-й международный футбольный турнир среди воспитанников психоневрологических и детских домов-интернатов. Эти соревнования – отбор на финал, который традиционно пройдет в Польше. За баталиями на зеленом поле следил Олег Шумейко. В нынешнем турнире «Синякап» участие принимает рекордное количество команд со всей Украины – 16. Главная идея – преодолеть дискриминацию и помочь не чувствовать себя обделенными людям с особыми потребностями. По-настоящему радоваться жизни участникам помогает спорт и, в частности, футбол. 16 команд – это рекорд для турнира, но организаторы готовы обновлять результат и дальше. Посмотрим, посмотрим, насколько будет готовых таких домов-интернатов в Украине. А во-вторых, нам надо посмотреть организационно. Сможем ли в два дня поместить настолько много команд, чтобы каждый выиграл по нашим правилам нашего турнира. Так, чтобы выиграла команда, которая отличнее всех играет. На церемонии открытия прошлогодние чемпионы из Бахмута. Воспитанники этого дома-интерната в прошлом году не только стали лучшими в Украине, но и выиграли в финальном матче в Польше. Сегодня эта команда вновь среди фаворитов. Украинский турнир проводится на поле базы Святошина, где тренируются футболисты Донецкого «Шахтера». Это дополнительный стимул для команды из Донецкого региона. Я вообще за «Шахтера». Это моя улюбленная команда. Я всегда смотрю каналы. Это просто «Шахтера». И никогда не сдаюсь. И я надеюсь, что «Шахтер» будет самый первый, и он и самый первый есть. И я надеюсь, что наша команда тоже первое место выиграет. Надеюсь, а там посмотрим. На турнир в статусе почетного гостя заглянул вратарь Сергей Погорелый. Он защищал цвета Киевского арсенала, Симферопольской таврии, Харьковского металлиста. Для нынешних участников он кумир и пример для подражания. Пытаемся донести, что ничего в этом такого нет. Сегодня совпало, что сегодня как раз день защиты детей. И проводят такой прекрасный турнир. Для них это какая-то, знаете, я думаю, футбол-катализатор к каким-то дальнейшим действиям. И мы на это надеемся, что именно футбол сможет их объединить, дать то ответственность коллективе, то чувство локтя, которое своего партнера. Что они могут двигаться с этим дальше. И это действительно не... Футбольный турнир завершится 2 июня, а его победитель отправится на финал в польский Торунь. Олег Шумейко, Тимофей Сорокин, ЮЭй ТВ. Радуйтесь жизни и всегда верьте в собственные силы. А также оставайтесь в ЮЭй ТВ для того, чтобы не пропустить главного и знать об Украине больше. Продолжение следует...